В ночь на 19 января православные отмечают крещение Господне. По традиции, воды Кубани осветил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. А в крещенскую купель на Зеленом острове Черкеска окунулись самые смелые жители и гости республиканской столицы. Подробности у Алибаташева. Праздничное песнопение, иконы и хоругви. Крестный ход с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом остановился у крещенской купели для освещения воды. Морозный воздух согревался словами молитв и смешивался с запахом дыма от костров. Белые облачения священников резко выделялись на фоне вечернего неба, подчеркивая особое торжество праздника. Воды Кубани осветил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После завершения чина освещения воды, владыка обратился к собравшимся с проповедью. Сегодня мы будем брать эту воду, черпать ее, вкушать ее, омывать свое тело этой водой, Вспоминая и материнскую ласку, вспоминая и своих предков и показывая пример нынешнему поколению. Не всегда, не пристанно и горячо верить и надеяться. Сила сегодняшнего праздника – это наше единство. И мои самые искренние слова благодарности главе нашей республики, главе нашего города за ту поддержку колоссальную, которую мы сегодня чувствуем и здесь, на берегу Кубани. Круглосуточную вахту у Крещенской купели мужественно несли сотрудники МЧС, без правоохранительных органов, скорой помощи и других служб и подразделений. Обычай купаться в проруби на праздник Крещения не зафиксирован в церковном уставе, но широко распространен в России и пользуется неизменным успехом не только у православных, но и многих любителей зимнего плавания. Желание испытать себя, преодолеть страх и шагнуть в ледяную, но целебную воду – это смелый и ответственный шаг. Я делаю это каждый год, говорит Виктор Пацвиров. Купаюсь. Каждый год. Да. Не холодно? Нет, очень хорошо. Силы прибавляются. Нормально сидишь? Конечно, да. Никогда не болею. Аппетит неделю не проходит. Вообще бодрость такая. Сначала ты заходишь, вот холодно, особенно после того, как ты ныряешь, тогда еще холоднее становится. А потом? А потом выходишь и просто бежишь к костру и все. После погружения многие спешили к костру и согревались горячим чаем. Десятилетняя Ульяна Дорофеева окунулась в прорубь впервые. Сколько тебе лет? Десять. Не страшно было? Нет. Какие впечатления? Отлично. Еще раз будешь так? Да. Каждый год? Да. Погрузиться в освященную водную стихию решился и наш оператор, Михаак Иракелян. Кстати, накануне он отпраздновал свой 50-летний юбилей. Али Баташев, Михаак Иракелян, Вести Карачева, Черкесия. С крещением!